Добрый день! Мы продолжаем следить за событиями города и области. Обо всем самым интересным и значимым расскажу вам я, Дарья Родионова. Более тысячи саратовских школьников сегодня сдали первый единый государственный экзамен. Тестирование проходило по трем предметам – информатика, биология и литература. Больше всех учеников, согласно поданным заявлениям, сдавали биологию почти 700 человек. Напомним, в этом году среднюю школу оканчивают 5000 учащихся. Павел Ипатов наградил наиболее активных членов Общественной палаты первого созыва. Также на соседании были подведены итоги работы этого органа в течение первого срока. По мнению обоих сторон, деятельность Общественной палаты носила продуктивный характер. В состав Палаты второго созыва было предложено делегировать не только общественников Саратова и Энгельса, но и представителей Советов крупных муниципальных образований. Депутаты Саратовской городской думы приняли исполнение бюджета 2009. Доходы в прошлом году составили почти 9,5 миллионов рублей, расходы – 10 миллионов. Приоритетным направлением расходов в прошлом году была социальная сфера. Депутат Гордумы от КПРФ Андрей Карасев возмутился тем, что после утверждения бюджета его постоянно меняют. Карасева поддержал однопартийца Александр Гришанцов, который заявил, что серьезный документ превратился в свободный. Депутат с праворос Виктор Марков и вовсе заявил, что отчет об исполнении заслуживает отрицательной оценки. Пять лет лишения свободы в колонии строгого режима – слишком скромный срок. Так посчитали сотрудники прокуратуры Саратовской области. Они обжаловали в Кассационном суде приговор директору сельхозрынка Михаилу Павлову за получение взятки в крупном размере, назвав его чрезмерно мягким. Более двух тонн топлива – именно столько украли работники железной дороги. В Саратовской области милиционеры задержали двух сотрудников Приволжской железной дороги во время хищения дизельного топлива из бензовоза в депо станции Ершов. Похищенные изъяли, а сумма ущерба устанавливается. Хиты Аллы Борисовны в исполнении непрофессиональных певцов. В честь начала работы в Саратове радио «Алла» в одном из баров стартовал отборочный тур конкурса караоке. За выход в финал боролись две команды. В итоге обе стали победителями. Следующий отборочный тур состоится 3 июня в баре «Местечко». Начало регистрации участников в 7 часов. Побороться за приз от любимой певицы может любой желающий. В Саратове состоялся концерт культовой группы «Чиши компания». Он проходил не на совсем привычной для рокеров сцене в театре драмы. Выступление продолжалось более трех часов, что сегодня большая редкость. Зрители не могли усидеть на местах и танцевали прямо перед сценой, не обращая внимания на просьбы охраны сесть. На концерте был замечен и зампред правительства Дмитрий Федотов, который также не скрывал своих эмоций. После выступлений музыкантам аплодировали стоя. Почти 130 миллионов рублей. Именно столько потратят на ремонт образовательных учреждений Саратова. На летних каникулах приведут в порядок 95 школ, 91 детский сад и 11 учреждений дополнительного образования. Завершить работы планируется до начала учебного года. Это обязательное условие для подписания акта Роспотребнадзора. Стоит напомнить, что за последние четыре года на ремонт саратовских школ было выделено 611 миллионов рублей. Решить проблемы детей-инвалидов. С такой целью пришли на встречу представители различных министерств, государственных служб и ведомств Саратовской области с родителями детей-инвалидов. Они обсуждали вопросы образования и воспитания, медицинского и социального обслуживания. Одна из главных проблем – отсутствие специальных учреждений для детей-инвалидов. По итогам профильные чиновники пообещали решить все озвученные на собрании проблемы. Администрация города подозревает предпринимателей в сговоре. В Саратове продолжается демонтаж незаконных точек торговли. Но есть примеры, когда ликвидированные ларьки вновь появляются на улицах. Предприниматели, которые арендуют городскую землю и не используют ее по назначению, предоставляют коллегам возможность разместить демонтированные киоски на своих участках. По заявлению городской администрации, подобные случаи будут выявляться, а договоры аренды расторгаться в судебном порядке. Напомним, на сегодняшний день уже убрали более 600 незаконных точек торговли. Из них около 250 ликвидировали в принудительном порядке. Но все же большинство ларьков убрали сами владельцы. Балаковская АЭС – лучшая АЭС России. Титул ей присвоили по итогам конкурса за 2009 год. Этого звания станции удостоено уже в девятый раз, а с 2005 года – пятый раз подряд. В прошлом году АЭС произвела более 31 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, выполнив план на 102%. В 2009 году не было допущено ни одного несчастного случая на производстве. На этом у меня все. Следите за жизнью Саратовой области вместе с Форпост ТВ.